Итак, всем привет! Речь сегодня пойдет о данном пианино. Данное детское пианино досталось мне совсем недавно. Как видно, пианино немного некомплектное, поскольку у него не хватает фронтонной филенки, фанерки, досточки, не знаю как это правильно назвать. По сборке этого инструмента, инструмент достаточно редкий, поэтому я и решил его себе в коллекцию взять. Достаточно редкое исполнение пластиковых клавиш, заостренных молотков и металлических штырьков, на которые падают молотки, когда все идет вниз. По сборке я определил, что это немецкое пианино Голдон. У него вот эта крышка, по идее, может подниматься, вот так закрываться. Я не знаю, как на подобной конструкции в Мишельсоне, то здесь, когда вот эту штуку мы поднимаем, молотки проваливаются вниз. И обратно его очень проблематично подбирать, поднимать вверх. Значит, надо отметить, что пианино обладает достаточно неплохим звучанием. Все-таки достаточно именитая фирма Голдон. Пусть действительно он не стройный, но тем не менее звук достаточно приятный. Звук достаточно приятный, и довольно длительный, и довольно глубокий. Значит, в чем еще была для меня сложность? На фотографии я обратил внимание, что инструменту не хватает одной струны. Это было до, среднее до. Когда уже инструмент до меня добрался, то я обнаружил, что еще и си рядом надломано. Очень хорошо сейчас по видео видно, вот эти две струны, они выделяются. И вот здесь такие два надпила. Откуда взялись эти надпилы? У этих инструментов, в отличие от наших, намного прочнее закреплены эти струны. Если они в шейке ломаются, то остатки очень плотно сидят в этой вот чугунной колоде. И, скажем так, заливание там чем-либо, чтобы они отошли, а потом их выбить, результата никакого не дало. То есть я слегка надсверлил, и потом удалось выбить остатки струн и забить новые. Но вопрос, какие другие? И, конечно же, это струны, забитые наши, потому что, ну, откуда тут взяться немецкие? Сложность состояла в том, что немецкие по диаметру еще меньше, и наши не проходили вот в эту головку. И пришлось мне болгаркой немножко их диаметр уменьшать, чтобы они прошли вовнутрь. Такая вот была сложность, достаточно крепко они там сидят. Вот по звуку, вот эта вот нота, она не хуже звучит, чем остальные. То есть вот эта вот до, вот эта вот до, она звучит довольно даже красиво. Си звучит чуть похуже, но, тем не менее, тоже достаточно она звучит полно и длинно. Вот. В целом, сейчас я проиграю, и будет понятно, что инструмент обладает достаточно неплохим звучанием. В целом, сейчас я проиграю. 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 Я проиграю.